а что такое что-то нарушил вы вышли за линию как и что я не собираюсь его украсть а вы украли уже колбаски нарезки на сашан белая дача тут либо нарушением брекировки либо не указано срок годности после расфасовки но кушать вот не будем то что не особо дурок стоит это уже не потребительский экстремизм так следующий раз будет потребитель экстремизма сами справиться так нам надо старшего и спросить с него с колбаска дата изготовления опять же нет угоден доис не указано сыроугодности после фасовки поэтому априори 12 часов ходить по кушке бесплатно нормально но относительно непонятно когда изготовлено но так ну вот это не очень честно это нормально там еще много сетек ну конечно у нас потребитель должен получать товар рисует качественно соответственно в соответствии техническим регламентом того же таможенного союза должна быть указана дата изготовления продуктов и общей срок годности а также срок годности после расфасовки тут ну указан расфасованы годен до то есть когда изготовлено можно там 10 лет назад изготовили его расфасовали и все девушка а можно у вас старшего поддела позвать старшего поддела можно позвать есть кто-нибудь такой для чего а поговорить поговорить да вот по вопросу качество продукции вот тут есть некоторые нарушения маркировки если в этом компетент и можем с вами поговорить давайте ну колбаска тут балыка вот из вашего отдела из соседнего тут тоже есть это где там где столько информации да хорошо все пойдем но давайте было бы неплохо спасибо большое какой сервис мы находимся в ашане мега белая дача сейчас вот пойдем менеджера отдела или магазина я так и не понял чтобы выяснить почему же у них срок изготовления не пишется на некоторых товаров некоторых продуктов почему же там почему же короче я сожрал это все бесплатно вот не собираюсь за это платить все-таки форм как мы охранник преодоление не искали выйти от стойку информации о ничего ворвать я конечно собираюсь в несколько лет с этим подойти туда здрасте а а он не оплачен все тут нет никого ватафак на привет быть чуть нет тут никого мне просто продавец сказал сюда подойти менеджеру не знаю как он а что такое что-то нарушил и что я не собираюсь его красть а вы украли уже да ну вызывайте до полицию если я украл это серьезное обвинение будем разбираться если я что-то украл вы только что сказали что вы я украл ну как это называется если бы я хотел то украсть я вам наверно не говорю что не оплачен правильно ну что у меня не слушайте я не заплачен товаром так нагло пошли сюда ну и что какой на наглый тон а вы кто чтобы я вообще перед вами останавливался скажите мне вы частный охранник в частной охране это абсолютно я сотрудник этого магазина тогда вообще вопросов нет он не оплачен оплачен не оплачен вы знаете что если вышли из оленей в тазе то считается как украл давайте тогда полицию вызовем привлечем к ответственности клоун это ты ходишь тут блин в своем рубашке чужие я глухой что ли такого клоуна назвал я вам лично ничего не говорю вот развернись вон забейся в свою будочку и там сиди понятно и клоуна в зеркало себя называя с тобой на ты клоуном не надо меня обзывать понял все слав иди вон туда вон занимать свою работу давайте да смотри в чем ситуация просто мне сказали к менеджеру подойти я продавцу обратился вот менеджер есть ответственно сказала подойдите ну чтобы я подошел вот сюда а тут для чего а у меня вопросы тупо товар менеджера сюда да она мне сказала в конце магазина колбасный отдел кстати что за камеру вас что вы просто снимаете это не знаю с какой интересуетесь не просто да 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 славика одного вчера поймали в рот надавали ему славику кто там зачем полицейский вы сами попросили полицейского разбираться а ну давайте если считать что я это конечно украл то пожалуйста смотрите если вы за линией касс вышли с неоплаченным товаром мне ваш продавец сказал вы выйдете сюда вон стойки информации там а или вон ту стойку он имел виду а я тут стою а я попросил остановиться славик ты никто вообще как ты сказал там ранее клоун может быть молодой человек давай будем оскорблять хорошо почему он меня клоуном назвал в смысле оскорблять извините пусть извинится и тогда все будет хорошо в лицо а что то если я отвернулся то можно не отвечать за слова что ли свои да понятно понятно ладно вот пока ждите я пойду до стойки информации дайте пойдемте если хотите можете со мной пройти я же говорю что я ему сразу сказал что товар это не оплачен он не оплачен но воровать его не собирался что значит линия кассы я не представляю вот нет такого понятия линия кассы нету где ну в каком законе написано линия кассы в каком законе это территории магазина то что где территории магазина вот но сейчас полицейские если вы считаете как что это кража то полицейский придет и привлечет меня обязательно к ответственности подpin здрасте а то колбасный отдел колбасный отдел постановке как скал в конце магазина я помню там стойка была в конце магазина Внутри магазина колбаса там есть? Нет, колбаса, я там, мне там искали подойти на стойку информации, что менеджер тут. Там никто ничего не передавал. Ну, я не знаю, может, вы не менеджер, потому что, поэтому вам не передавали ничего. Костик, ты на работе? Да, вообще. Просто твоя помощь, например. Ну, молодой человек, за линию касс выставил с товаром, вроде сказали ему, что за линию кассы идет, так, менеджер направили туда. Соответственно, он снимает на телефон все это, и в атмосфере, если только ли, если что, я разбираюсь. А когда можно дать? Да, ребят, просто так вот хотел с менеджером переговорить, но сами как бы сказали выйти, а теперь тут улучшается кража какая-то. Не, если хотите, мы можем пойти к продавцу, он подтвердит, я думаю. Она мне пакет вот дождала, видите. Я думал, какой сервис, а тут оказывается такая вся фигня. Молодой человек подошел к колбасу и смотрел, что ваши сотрудники отправили туда, в объем менеджера, да, да. Да. А кто позвонил нам, чтобы он сюда вышел с товара в них возьми? Так что, я украл что-то? Нет, я сейчас позвоню. Мне бы менеджера колбасного отдела позвать, если он еще не здесь. Можно это сделать? Или как-то менеджер магазина, мне просто, он был нужен изначально, а не вообще, какой охранитель. Вам звонили насчет колбасы, узнать насчет качества, да? Да, да, да. Просто вот эту колбасу вы могли бы оставить там, либо подойти к нашему сотруднику. Ну, мне специально дали вообще-то этот самый пакет для нее. Не, мне же показать нужно. Ну, вы знаете, что вы грамотный человек, да? Вы знаете, что с товаром только в присутствии сотрудники службы безопасной вы можете быть, да? Ну, слушайте, я не знаю, что такое. Не знаю, что такое, честно сказать. Да в любом магазине это так. Он меня спросил, вот этот Славик, да, там, чек, что-то на товар. Я скажу, что он не оплачен, а я вот иду на стойку. Я не знаю, что он ко мне привязался, клоуном меня назвал. Нет. Вы могли попросить его, уважаемый, мы можем? А мог бы и не попросить? Нет, дело в том, что вы выходите с нашим товаром. Я же не бы подвеснувать с вашим товаром, правильно? Нет, мы тут уже вы вышли за линию КАС, за территорию магазина. Если вы, нет такого понятия, линия КАС, забудьте и лохов, лохов так лошите. Территория магазина, вот у вас. Нет, нет, вот у нас. Нет, лошите так лохов, в законе не понятия территории КАС, либо я это украл, либо нет, смотрите. Мне нужен менеджер по вопросам. Сейчас по вопросу, я украл или нет, я хотел бы, я хотел бы получить извинения какие-то за то, что вот Славик сказал, что я что-то там украл. Вот от Славика еще за клоуна извинения хотел бы получить. Ну и от вас, наверное, если вы старший будет. На меня, видимо, никто не слышал. Ну, пускай дежурный директор, сейчас позвоню в шеф, пускай дежурный директор подойдет тогда. Что тут есть у нас? Книга отзывов. Две книги отзывов. Интересно. О, О, Ашан. Чего-то никакая информация тут не указана. Что-то пронумеровано. Это, видимо, новая книга. Так. Это, видимо, старая книга. Опять ничего тут не указано. Ну, пронумеровано. Девушка, а вы царь книги отзывов? Вы отвечаете за книгу отзывов? Или нет? Кому мне обратиться? Здрасте, а вы к нам, наверное? Вы к нам, наверное, да? Вы у нас по колбасам. Правильно? Смотрите. Какой вопрос я хотел задать? Можно. Но не нужно. Так. Смотрите, тут у нас есть балычок. Тут, собственно, вы знакомы с техническим регламентом Томоженного Союза, да? Смотрите. Вот что тут не хватает? Маркировки. Касательно маркировки. Маркировка. Вот это вот, стикер. Правильно. И срока годности после распаковки, расфасовки. Потому что срока годности после распаковки, если его нет, то считается 12 часов. Мы здесь не указываем, что годность после распаковки должны указывать на типетку поставщика. Должны здесь указывать, чтобы я получил полную информацию как потребитель. У нас по нашему регламенту будет. По вашему регламенту, может быть. Вы же не таможенный Союз? Ну, указываем точно на ТОП. То же самое. На типетку поставщика. Нету? И нету. Ну, видите, вот. Даже тут есть графа у вас, да? Но нету, как бы, да и что, где. То есть, балык. Ну, вроде я там больше ничего у вас не нашел. Они как-то выборочно у вас на всех стоят, а на этих почему-то не стояло. Это вы даже не на верху? Нет, это лежало у вас там. Да. Так, ну и дальше это вроде не ваш уже отдел. Вот. Тут то же самое, собственно. Нету даты изготовления. Ну, где-то они пытались ее поставить. Ну, как-то не особо успешно. Вот. Где-то вообще даже не пытались. Как-то так. В этом, собственно, вопрос и претензии. Еще нужен кто-нибудь под книги, отзывы, предложения? Это кто? Мне сказали, это менеджер только делает. По книге отзывов к вам обратиться можно? А что, вот книга? Знаете, что с книгой? Тут, во-первых, две книги у вас. Одна закончилась, вторая уже начата. А вот первую страницу прям открывайте, где реквизит организации. Вот где они? Вечером в неделекции нет, да? Тут тоже нет. Где ничего нет? Тут здесь печать, куда пошли? Печать-то есть. А про шейки здесь вообще нормально? На молочко, побольше. На молочко. Так. Ну, тут-то нету, не указано на первой странице. Так, прошито прям, реквизит организации. Печать, печать есть, вопрос-то нет. А вот. ООО Ашан, да? Да. А дальше? Там ИН, УГРН. Вот они на печати, да? На печати? Да. Ну, то есть, теоретически, можно где-нибудь микрошрифтом их еще написать, да, чтобы видно было. А вот это вот для кого-то зарегистрировано, что где? Что-что? Для кого вот эти графы-то? У нас зарегистрировано все, корпус есть. В конце, да? Это книга, 94 листа. Пренумерована ООО Ашан. И кем пренумерована? А реквизитов так и не указано. Понимаете? Ну, вот, на печати все есть. Ну, на печати есть. Но вот бабушка старенькая, как их будет видеть? Для кого там графы? Вы, это, ориентированы на потребителя, правильно? Чтобы ему было удобно обращаться к ней в отзывах, правильно? Ну, сейчас у него такие экономы. Напишите, пожалуйста. Ну, я не имею права здесь писать. Почему? Кто-то имеет. Проверю. Хорошо. Хорошо. Ну, сейчас второго ждем. Кулинария. Так что, украла я что-то, нет? Украла я что-то или нет? Нет, смотрите. У нас территория магазина считается, если вы за линии кто-то слышите, да? Вопрос-то какой? Украла я что-то или нет? Если вы подошли, да, к нашему сотрудникам обращаетесь, да, уважаемый, мы можем с вами пройти, узнать, нахудшим клиентам, да. Да, вы подошли, да. Это без разговора. Нет, украла я что-то или нет? Вы мне ответьте, да, нет. Пока нет. Пока нет. Тогда жду извинения от Славика за клоуна и за окражу. Зовите Славика. А то он тут всю жизнь клоуном будет. У меня мама так не называет. Я говорю, если вам послышалось, да, что я вас обозвал как-то, вы можете меня, конечно, извинить, но это было ни в коем случае не к вам адресовано. Потому что это все, во-первых, на эмоциях. Это сказано было не вам. Но если вы это приняли в свою сторону, то, конечно, пожалуйста, извините. Потому что я из приличной семьи. И со мной даже вроде бы не то, что там мама не может так разговаривать. И я так не разговариваю, потому что вроде бы с положительными, с разговариванием семей. Благодарю. По краже. Все на нервы. Ну, с кражей, я не знаю. То, что вы не слитовали, сейчас будет с ним. Нет, уже мне сказали, что я ничего не украл пока что. Поэтому за кражу тоже хотел бы извинения получить. От вас вы же говорили, что кража. Я сказал, что это да, это получается как кража. Вы несли за территорию, за линию кассы. Я вас информирую, что если бы я вот открыто вот так выносил, да, и бы вот там убежал от вас, то это даже не кража была, а был бы грабеж. 161-я часть 1-я. Это уже другое. Понимаете? Да, а тут, понимаете, вы выходите, да, за линию, грубо говоря, да, с товаром. Ну, я же вам сказал, что он не оплачен, что мне идти к стойке, да? Да, вы не поняли, да. Когда вот линия касс, да, я имею в виду, вы вышли за линию кассы. То есть без чеков, без товара. Запомните, нет такого понятия линия кассы. Если вы, допустим, кого-то даже тормознете так, то будет выходить. Нет, с магазина я выйду вон там. Участковый тут есть, Александр вроде, кто-то еще. Вот он даже говорит, да, тут много там, толстый, высший там, вот длинный Александр. Вот. Он даже тут говорил, что вот пока вот не пересекли вот эту границу, даже не административка. Даже если кто-то вышел. Это просто там максимум забыл оплатить и все дела. Ну, с одной стороны, да, но... Вот там, если вот как вы там премнее, там месяц, ну, аж полгода назад поймали семью с тремя детьми, которые там на 200 рублей салата вынесли, да, там непонятно, что и как было. Вот там, да, еще может быть там забыли оплатить они, да, там с детьми там всякое бывает. И то на них накинулось 8 человек. А вы, ну, как-то, я же вам объяснил, я же, ну, если бы я молчал, хотя я мог, в принципе, молчать, я же не собирался его красить, правильно? Это да, а вдруг вы ушли, я же не знаю, что это не ваша манера. Ну, вдруг, видите, вы можете за мной уходить, вы же даже не охраняете. Ну, я, получается, пошел за вами, понимаете, грубо говоря, так. А тут человек пошел в туалет, говорю. Так, вы у нас в кулинарии, правильно? Да, да. Сейчас, ну, в общем, я ничего не украл, да? Все нормально? Ну, вот, кто-то не пускайся. Все. Ренат, я там ухожу, а вы здесь уже сами разговариваете. Так, в кулинарии, смотрите, вот с колбасным отделом мы уже разобрались, вот у нас есть тут ваши изделия, да, видите? И как вы думаете, что тут не хватает? Если вам знаком технический регламент таможного союза, конечно. Да-да-да, видимо. Что не хватает? Ну, хватает, но не пропечатано до конца. Ну, где-то пытались, а где-то не пытались вообще. То есть, и там их, кстати, вот этих изделий, сейчас посмотрите, там их достаточно много. Это я просто взял так, это самое, посмотреть на регионолептические свойства. Вот. Ну и, собственно, все. Не, ну, надо же проверять, надо же смотреть, что-то делаем. Да, нет, да, нет, классно. К тому же, видите, даже вот они здесь попытались напечатать, но графа-то вот изготовлена, видите, тут есть даже специальная графа изготовлена. Нет, это все понятно, но тут нет и не пропечатано. Да, без сообщения. Да. Да, без сообщения. Ну все, обратите на это внимание просто. Да, спасибо вам большое. Хорошо, вы, конечно, нас извините, что так получилось. Да нет. Беседу сейчас проведем с сотрудниками. Хорошо. Просто кое-где это бывает, допустим, в Алых Парусах, это как специально у них технические средства, как бы, не настроено, неправильно, да? А тут видно, что где-то пытались пропечатать, просто кто-то накосячил, как говорится. Вот. Сейчас проведем беседу, соберем собрание. Ну все, а это... А это мы можем забрать, да? Это вы можете утилизировать, да, вы же переупаковывать не можете это все. Нет. Это списать. Ирнули деньги. Нет, а я это не покупал. А, вы не покупали. А, вы просто взяли и вышли. Да, да. Ну тут немножко проверил, видите, органолептические свойства. По свойствам такое. По свойствам, да, нормально, нормально, спасибо. Видите, я все не съел. Спасибо. Извините еще. А это можете, если передать в колбасный отдел, это вот их менеджер забыл просто. Там вам недалеко. Спасибо. Спасибо. Все, до свидания. Всего доброго. Так, где у нас Борис-то? Ну что, остается получить извинения, в общем-то, за кражу, не кражу, там, да, от Бориса, потому что ситуация разрешилась. Вот, видите, такие милые менеджеры. Смотрите, да, все разобрались, покрашусь, собственно, вы сами скажете, что я пока ничего не украл, вот, и не собираюсь, вот, если честно. Извинения хотел бы получить. Насчет? Ну, в кражах меня обвинили, все. А кто обвинил? Вот, Вячеслав. Но он сказал, что вы еще там не разобрались, если вы уже разобрались, то я могу их принять. Сейчас, смотрите, ребята, у нас принято, если человек вышел за линию КАЗ, да, вот просто ваша ошибка в чем состоит, то, что вы вышли за линию КАЗ, да, и не предупредили. Сказали бы, ребята, я к вам подошел, пройдемте, пожалуйста, на пункт отсутствия клиентов. Нет, так я же сказал, все, я сказал, я же, ну, я вышел, собственно, я сказал, что товар не оплачен, я сюда. Вы считаете, что это оскорбление примитивное? Надо же, как бы, надо достаточное основание иметь, да, надо спросить, поговорить, там, вы украли, там, вы хотели вынести. Да, я спросил этих человек, вы решили, спросили. А что, нельзя? Да, вас, вас. Вы спросили, я разрешил? Нет. Вы не слышали? Не захотел? Я не хочу, чтобы меня снимали. Отойдите отсюда. Вы меня сейчас снимаете. А зачем вы ко мне подошли? Я к вам не подходил. А кто, я к вам подошел? Так, ну что, ребята, вот такие вот у нас маркировочки в Ашане, такие вот сотрудники службы безопасности в Ашане. Но на этом история еще не закончилась. Как вы видели, ко мне подошло пьяное быдло. И чтобы увидеть, что было дальше, а дальше было очень интересно, подписывайтесь на канал, поставьте этому видео лайк, нажмите на колокольчик. Обязательно поставьте несколько комментариев, что вы думаете по поводу этого ролика. Ну и подписывайтесь на наш Инстаграм, Телеграм-канал и группу ВКонтакте. Все ссылки будут в описании. Все, всем удачи, всем пока. Борейте за свои права.